Какой же есть секрет у женщин, от которых не уходят мужчины? Потому что чего уж там говорить, пожалуй, одна из самых таких важных тем и для мужчин, и для женщин, это, конечно же, межличностные отношения. И, конечно же, женщина любая задается вопросом, каким образом сделать так, чтобы ее партнер был с ней. У женщин вообще априори существует гораздо больше страхов, к моему удивлению, по поводу того, что мужчина может ее покинуть. А если я мама? А как же я буду сама? А если он работает? Ну, в общем, женщина почему-то в большинстве своем имеет гораздо большее количество внутренних ограничений и страхов, связанных с расставанием, чем мужчина. Мужчина в этом плане почему-то смелее. Вот сегодня я хочу поднять эту тему и разобрать, собственно, вот этот вопрос того, а каким образом быть, ну, скажем так, быть уверенной в том, что твой мужчина от тебя не уйдет. И, конечно же, вообще, нужно ли быть в этом уверенном, нужна ли нам такая уверенность, и вообще, может быть, хорошо, когда мужчина уходит. Поэтому любые вопросы на эту тему я сегодня принимаю. Если у вас есть по теме какие-то истории, welcome, пожалуйста. А я, собственно, с вами начну. Конечно же, я буду говорить сегодня в контексте того, что я, в общем-то, и проповедую, как проповедник звучит. Но я все время говорю о том, что мы сами являемся хозяевами своей жизни, и, безусловно, те мысли, которые живут внутри нас с вами, и отражают ту реальность, которую мы имеем. И если мы будем об этом с вами говорить, то уже становится понятно, что уходит или не уходит мужчина, зависит от нас. И удерживаем мы его или не удерживаем, тоже зависит от нас. Я не знаю, как у вас, меня, например, у меня, например, очень много, у меня было перед глазами историй, а большинство историй, конечно же, проходило в сериале под названием «Мамины подруги». Вот, да, сейчас есть история, сын маминой подруги, а я вот была дочерью маминой подруги в контексте того, что я наблюдала все, что происходило, и все, что могло происходить. И я верила, что женщины пытаются удержать. И главным инструментом женщины всегда является манипуляция. Манипуляция касаемо, да не только, наверное, женщины, но я сегодня буду говорить о женщине. Манипуляция касаемо, у нас есть дети, да, если там не пей, у нас есть дети, ты не можешь меня бросить, потому что у нас есть дети, дети являются одной из мощнейшей истории манипуляций. И если, можете проанализировать себя, если у вас есть дети, что бы ни происходило в вашей семье, первым делом всплывают дети. Именно как не момент того, что нам действительно важны наши дети, а именно как момент манипуляции. Типа, дети, ты так не можешь говорить при детях, ты так не можешь делать при детях, все, короче, при детях нельзя. И дети пострадают, родителей нужно сохранять семью и так далее. Поэтому многие женщины, в принципе, и рожают для того, чтобы иметь этот мощный инструмент манипуляции. Второй момент, который я наблюдаю при историях, того, что женщина становится жертвой. Помните, если вы смотрели потрясающий сериал, который я страшно люблю, и даже единственный в жизни, который смотрю второй раз, а смотрю я почти очень редко, это такое состояние, когда я очень сильно устала, называется «Почему женщины убивают?». Боже, я даже вспомнила его название. И там одна из героинь, как раз у которой у мужа есть любовница, и она с этой любовницей подружилась, героиня использует в момент манипуляции раковое заболевание. Она придумывает, муж даже помогает ей в этом, сам того не подозревая, она придумывает, что она больна. Ну, я надеюсь, что с раковыми заболеваниями никто шутить не будет, но контекст того, что у меня что-то болит, я себя плохо чувствую, у меня болит голова, и в данном случае это не от некего, не от секса, а это момент того, чтобы он переживал. О, боже, как мне плохо, приедь меня забери, о, мне срочно что-то стало. То есть, вот этот момент манипуляции тоже присутствует у женщины, как удержание мужчины. То есть, она знает, что если она скажет, что она себя плохо чувствует, и нужно срочно ехать отдыхать, то, в принципе, нормальный мужик это сделает. Но, заметьте, таких инструментов есть еще много, но, заметьте, все они идут не от силы женщины, а от слабости. При этом мы все время позиционируем женщину и говорим о женщине как о великом создании. Вы согласны? Мы женщины, мы даем жизнь, мы шея у мужчины, часто об этом говорят, особенно на свадьбах, мы мудрость все-таки, мы более расстановочные, мы, возможно, импульсивные, но мужчина это всегда сын, всегда сын, в любом случае, для женщины мужчина это всегда ребенок, потому что папа это история отдельная, какая-то непонятная для меня. Для меня папа это всегда больше друг, это тот, кто покупает машину своему ребенку, чтобы самому на ней кататься. Мама это все равно хозяйка, отвечающая какая-то сторона. И получается так, что мужчины, они ведомы, да, то есть роль женщины сильно больше мужской роли, вот когда мы об этом говорим. Но на деле, когда женщина выходит замуж там, она пытается все время каким-то образом мужчину удовлетворить. Я приготовлю то, что тебе нравится, неважно, что нравится мне, да, я надену то, что ты хочешь, тебе не нравится эта кофточка, я ее не куплю. Я, то есть постоянная подстройка под мужчин. Поставьте, пожалуйста, мне какие-то там, напишите, да-да-да, если вы согласны, и нет-нет-нет. То есть я не говорю сейчас конкретно о вас, но я говорю о том, что такая тенденция имеется. И я очень хорошо помню момент, когда моя мама всегда, ну, у нас как-то так вот было в семье, что и папа, и мой отчим выпивали алкоголь. И я помню, как моя мама от этого страдала, но в то же время бабушка всегда, ее мама была на ее стороне. Но при этом, если приезжал в гости зять, бабушка доставала обязательно бутылку и наливала, при том, что она знала, что у мамы истерика по этому поводу. Но приехал же дорогой зять, и значит нужно налить на стол, поставить бухлишко, да, и налить как бы чарочку, рюмочку, как-нибудь так. То есть поражающие вещи, поражающая женщина априори подгибается под мужчину, при том, что является сильной и мощной стороной. Так вот, почему все это происходит? Я на всякий случай кому-то напоминаю, я не психолог, нет, я просто женщина, и человек, который изучает именно законы вселенной, законы разума. И что я могу по этому поводу сказать? В чем есть глобальная проблема женщины вообще? Вот в вопросе вот этом, каким образом, значит, сделать так, чтобы мужчина не ушел, как его там удержать? История заключается в том, что женщина изначально становится на ступеньку того, чтобы удерживать, чтобы сохранять, чтобы стать той, от которой не уйдут. То есть женщина априори вот становится вот так, вместо того, чтобы, я считаю, что гармоничные отношения, мое мнение, ничем никем не подкрепленное, в данном случае, мое мнение, это то, что любые отношения, будь это дружба, партнерство в бизнесе, партнерство в семье, они строятся классные тогда, когда есть два крутых кирпича. То есть две целостные личности, интересные и самодостаточные сами по себе, не половинки. А две самодостаточные, просто когда они становятся рядом, это смотрится очень круто. Но если они расходятся по сторонам, ничего такого типа, ой, блин, что это за урод пошел, нету такого ощущения и состояния. А вот у женщин и наше воспитание во многом, и вот это вложенное с грудным молоком, что женщина должна становиться при мужике, и каким-то образом, заметьте, если мужчина начинает изменять, брак начинает спасать женщина. Вместо того, чтобы сказать ему, чувак, да досвидос, она начинает за собой следить, она начинает, значит, пытаться там ему понравиться, каким-то образом сражаться, сражаться за этого мужчину с вопросом зачем. С вопросом зачем, а за тем, что женщина в этот момент страшно боится остаться одной. Почему? А потому что она себя целостно и не чувствует, потому что, девочки, проблематика идет в том, что изначально девочка, это может касаться не только девочки, но сейчас, когда вы не чувствуете себя уверенно, когда вы не чувствуете себя полноценно развитой личностью, которая материально, не то что себя обеспечивает, но может о себе позаботиться, когда вы понимаете, что вы интересны, что у вас есть своя жизнь, что ваша жизнь это не служение мужчине, это не вытерка углов дома, у вас есть своя история, та, с которой вы родились, у вас есть свои какие-то интересы, свои друзья, свое предназначение, свои хобби, своя жизнь, в этом случае таких страхов нету. Безусловно, я не говорю сейчас о процессе расставания, как о чем-то легком, я вообще не говорю об этом, я говорю о том, что когда вы являетесь самодостаточной личностью, которая постоянно над собой работает, мужчина относится к вам совершенно иначе, абсолютно иначе, потому что это речь не о феминизме, не о том, что я могу без тебя пошел вон, нет, это речь о том, что я сама по себе живу, я сама по себе, у меня есть чем заняться, я знаю, кем я хочу быть, у меня есть своя история, у тебя есть своя история, и мы их переплетаем, но нет такого, что я стою на страже твоей истории, я знаю очень много женщин, которые стояли на страже его истории, когда его история проходила, он говорил ей, спасибо большое, было очень здорово и замечательно, но сейчас, прости, ты поистесалась немного, ну, это разными словами говорится, типа, наши пути разошлись, ты знаешь, я больше не чувствую к тебе того, что я чувствовал, мне нужно разобраться в себе, слова можно найти абсолютно разные, но история именно в том, что когда вы попадаете вот в какую-то, а попадаем мы когда? Осознанно и неосознанно, многие считают, что такая модель, это вообще правильная модель, я теперь замужем, что он сказал, то я и делаю, это не интересная модель, но женщины ее любят, от чего? Где-то от лени, от лени и от такого, простите, недоразвитости себя как человека, вы прекрасная личность и женщина, но как человек вы себя недоразвили, почему? Родили рано, частая история, родила ребенка, думала, что неважно, повелась на то, что мужчина сказал, я теперь в доме хозяин, вы должны очень четко осознавать, что люди говорят друг другу разные вещи, это нормально, и даже в некоторые из них верят, но самый главный человек в своей жизни, что у мужчины, что у женщины, это я, ну я, понятно, я Олья Ермилова, у вас самый главный человек, вы сами являетесь у себя главным человеком, и только когда вы начинаете выстраивать свою жизнь, вот у меня был эфир недавно про эгоизм, исходя из позиции того, кто я, чего я хочу, и соответствует ли вот весь мир представлением моим, только тогда начинает что-то получаться, потому что в противном случае вы становитесь в позиции жертвы, а жертва это тот, кто все время удерживает, это тот, кто все время сглаживает углы, у меня есть множество примеров, когда женщина, я сама такой была, которая постоянно сглаживала все, постоянно сглаживала углы, постоянно стремилась быть хорошей, но парадоксальность в том, что чем больше вы это делаете, вы же рассчитываете на какую-то благодарность, тем больше вторая половина, будь это мужчина или партнер в бизнесе, тем больше просаживает ножички, знаете, это нравится, к этому привыкаешь, это становится удобно, то есть мы-то ждем, что это оценят, а никто это ценить не собирается, и это нормально, человек не должен в принципе ничего ценить, это ваш выбор, не его, это вы выбираете для себя такую позицию, быть вот человеком, который пытается все уладить, вас никто об этом не просит, вот в чем обидка, и потом, когда происходит какой-то такой коллапсис, мужчина там уходит, или мужчина начинает пренебрежительно относиться к женщине, а лучше бы ушел, в этот момент начинаются обиды со стороны женщины, почему он себя так ведет, неужели я заслуживаю это отношение, мы начинаем пытаться понять другого человека, а проблема в том, что мы с собой не разобрались, мы для себя не решили, что есть для меня, хорошо, что плохо, потому что, если бы я изначально знала, что эта модель отношений ко мне неприемлема, я бы просто ее не взяла, это как вы пришли, будто бы в магазин, и вас стилист магазина одел под стиль этого магазина, вы пришли в дизель, например, достаточно своеобразный магазин, и вас одели, вы вышли, а потом говорите, мне эта одежда не нравится, но это же вы туда зашли, вы могли не одеваться там, это был ваш выбор, то, что вы встали в позицию человека, не ведущего, а ведомого, это тоже был ваш выбор, вот такой вот, вы просто где-то буксанули, поэтому история в отношениях классных, а я знаю, слава богу, классные истории, это всегда история двух личностей, у каждого из которых есть понимание того, чего хочу в жизни я, чего хочет в жизни мой партнер, и каким образом мы можем это пересечь, и можем ли мы это сделать, то, что в отношениях в любых бывают разные уровни, разные периоды, это безусловно да, и дело даже не в отношениях, вы же человек, вы меняетесь, у вас меняются интересы, возрастные моменты, гормональные моменты, и так далее, и так далее, и так далее, окей, давайте, вижу, что появляются вопросы, я сейчас буду потихонечку отвечать, и наш эфир будет становиться более интересным, значит, моему ребенку сейчас почти два года и десять месяцев, я работаю, мне часто спрашивают, зачем и почему, вот поэтому и работать, чтобы не зависеть от мужа, вопрос, немножечко, знаете, я бы вам подправила мотивацию, потому что, когда вы начинаете думать о том, что я не хочу зависеть от мужа, это делает в ваших отношениях некий конфликт, потому что вы об этом думаете, муж, возможно, у меня была такая подруга, муж занял позицию, ах ты не хочешь от меня зависеть, раздельные бюджеты, окей, вы должны делать что-то не для того, чтобы не зависеть, а для того, что вам нравится, вы хотите это делать, для меня важно развиваться, если бы сегодня у меня с моим супругом были по этому поводу разногласия, я как мудрая девочка, не стала бы делать с ним конфликтов, если все у нас в жизни хорошо, я бы ему сказала, и в принципе, я так же и сказала своему мужу, когда мы расписались, поженились, и он был состоятельным мужчиной очень, где мне ничего не надо было делать, я ему сказала, что милый, я понимаю прекрасно, что ты можешь нас обеспечивать, это замечательно, это история не о том, чтобы соревноваться с тобой, или не о том, чтобы думать, что если вдруг ты меня бросишь, у меня был свой капитал, я о таком даже думать не хочу, это правда, я хочу развиваться, для меня важно развивать себя, для меня важно отдавать что-то в мир, для меня важна эта энергия, я хочу любить жизнь, а не ненавидеть тебя за то, что ты меня этого лишил, потому что если я из-за тебя не буду этого делать, я буду ненавидеть тебя, мы всегда находим жертву, поэтому мысль в своей голове всегда ставьте и развивайте, не для того, что если вдруг, потому что это если вдруг, обязательно настанет, запомните, если вы думаете о том, что у вас могут быть проблемы, и вы их сейчас решаете, то вы заведомо эти проблемы притягиваете, ваши мысли очень мощные, вы их создаете, прямо сейчас плетете энергетическую паутину, поэтому всегда выстраивайте другую мотивацию, я работаю, потому что мне нравится, потому что я не могу не работать, потому что это для меня кайф, потому что, потому что миллион может быть, вот это будет классно, а так, Ирочка, вы молодец, так, что делать, когда при ссорах мужчина хочет расстаться, я думаю, что нужно однажды сесть со своим мужчиной и поговорить об этом, и сказать ему, что ты знаешь, дорогой, давай мы эту тему сейчас, когда у нас нету эмоций, обсудим с тобой, ты так часто об этом говоришь, что я хотела бы знать, ты действительно хочешь расстаться, давай, если ты хочешь расстаться, мы сейчас этот вопрос с тобой решим, потому что мне не нравится жить на какой-то пороховой бочке, мне не нравится твое высказывание, в этот момент я чувствую себя униженной, я про себя, например, говорю, я чувствую себя униженной, когда ты так говоришь, мне кажется, что ты относишься ко всему очень просто, и для меня, вот для тебя может быть это вылетевшее слово, а для меня это то, что начинает меня съедать и разъедать наши отношения, поэтому давай мы с тобой этот момент сейчас решим, тебе нравится это говорить, потому что после этого у нас классный секс, или тебе нравится это говорить, потому что ты действительно об этом думаешь, не бойтесь никогда сказать правду, проговорить ее вслух, то, что вы думаете, и главное, то, что вы чувствуете, иногда ваш партнер, может быть, к этому не готов, но он поговорит, вот у меня, например, с моим супругом, очень много вопросов решилось, именно в разговорах, когда накапливалось очень много, и потом взрывалось, и когда мы начали разговаривать об этом, когда я ему стала говорить, что когда ты так делаешь, это меня режет на части, я не хочу, я в этом состоянии не хочу быть, поэтому давай мы решим, почему ты это делаешь, мы разберемся в этом, и либо мы с тобой расстанемся, и разойдемся в разные стороны, либо мы с тобой научимся друг друга не резать, мы с тобой два самых близких человека, по крайней мере, так мы друг другу говорим, давай мы либо с тобой вот научимся, близкие люди так друг друга не ранят, это вот знаете, как дети, когда они лупасятся, и они не понимают там силу, которую они прикладывают в этот момент у меня две дочери я регулярно провожу с ними разговоры по поводу их отношений друг с дружкой и поэтому тут такая же история так как быть если стараешься для отношений но в ответ получаешь недовольствие история опять та же самая второй человек не обязан вести себя так как вы хотите вот что вы должны понять и вы когда от него что-то ждете вы находитесь опять-таки в позиции жертвы потому что вы думали что он поведет себя так а он тварь такая неблагодарная так себя не ведет у зеланда есть очень классная формулировка такой даже наверное как закон трансерфинга который звучит он не очень близок позволь себе быть собой а другому быть другим вступая в любые отношения вы должны заведомо понимать что другой человек не должен себя вести так как вы от него ожидаете вот я например с учителями и тренерами ведут такие разговоры своих детей что то что вам хочется чтобы она классно знала по математике что-то это ваше желание но не ее вы не смогли заинтересовать ребенка и сделать так чтобы ей было интересно в этом поэтому все это ваша проблема вот ей не интересно она развивается в чем-то другом то же самое и здесь вы можете вести себя так как вы хотите если ваш партнер на это не реагирует вы можете его посадить и сказать дорогой смотри я когда вот это делаю я это делаю не потому что там готовлю тебе завтраки потому что мне как блин сильно хочется проснуться в 6 утра и стоять у плиты я думала что это тебе будет приятно он например тебе скажет как у меня было с моим мужем не сказал оль я не хочу увидеть тебя у плиты я хочу тебя водить в рестораны давай лучше будем работать над этим и все мы закрыли вопрос и и перестала быть это какая-то жертвенность но я ему говорю ну смотри воскресенье когда я готовлю например так раньше было воскресенье когда я готовлю пожалуйста восторгайся страшно мне нужно я вообще львица мне нужно в прямом смысле чтобы мой мужчина мог сделать все стать на колени облизать мне колени вот чтобы обожание это было не постоянно не в публичных местах но я должна знать что моего мужчины есть такое отношение ко мне если этого отношения нету все мы не сошлись мы не сошлись его убью когда-нибудь не прямом смысле но я его буду угнетать и буду его каким-то образом выковыривать будьте взрослыми разбирайтесь что для вас важно и если вы понимаете что вы стараетесь вы хотите от него что-то получить он этого не дает он либо об этом не знает либо если вы ему об этом сказали но он это не делать значит это не ваш мужик значит это не ваша история значит вы тратите время на какого-то другого человека вы зашли в квартиру по чужому адресу значит переезжайте вы должны осознавать вы хозяин жизни вы хозяин своей собственной жизни вы выбираете с кем жить в каких отношениях находиться вы не обязаны вне зависимости от того даже если вы вышли замуж за этого человека ну что но даже если вы родили от него ну что это не имеет значения жизнь ваша имеет какую-то цикличность какой-то длительный период пожалуйста это время вы выбираете так чтобы мужчина не расслаблялся нужно свои деньги оставлять себе и не тратить в семью я не знаю это ваши отношения и договоренности по вашему семейному бюджету каким образом это происходит например у нас с мужем бизнес семейный мы вместе работаем в 1 в 1 мы делаем вместе одно дело и соответственно у нас общее есть бюджет на например сейчас мы распределили свой бюджет по разным картам например у нас есть бюджет на маркетинг то есть каждый день к нам заходят деньги и они в процентном соотношении разделяются на разные карты Там, например, на маркетинг, на нашу жизнь, на наш шопинг, на наши путешествия, на наши какие-то хотелки. В процентном соотношении разделяем эти бюджеты. Мы пока с ним не разделили бюджет на его и на мой в контексте того, чтобы сделать там подарки друг другу. Потому что у нас всегда бюджет, знаете, вот совместно. Если нам что-то нужно, мы там пошли это и сделали. Но это договоренности. Если бы, например, мой мужчина имел отдельный бизнес, то я вам точно скажу, что, скорее всего, его бы деньги, как это обычно и должно быть, они были бы, например, на всю нашу семью. А мои бы деньги были бы моими деньгами. Или, например, как у Леры Бородиной я слышала, они с Андреем, с ее парнем, так она называет своего парня. Они имеют право, например, там периодически за свои какие-то деньги покупать путешествия. То есть Лера часто покупает за свой бюджет там путешествия какое-то, в которые они едут вместе. Ну и так далее. Поэтому тут ваши правила. Вы их устанавливаете и вы решаете, что куда на что тратить, в зависимости от того, сколько у вас денег и какие у вас расходы. Если говорить, например, о том, чтобы мы там зарабатывались с мужем и при этом нужно было бы все общие деньги сбрасывать в общую копилку, да, сбрасывали бы. Это, ну, личная история, тут правил не существует. Так, что делать, если при ссорах разве зайтись хочу, а потом быстро перегораю? Ну, такие все вопросы решаются всегда в здравом уме, знаете, вот не с эмоциями. Я, например, тоже очень эмоциональная. Я каждый раз себе в ссоре задаю вопрос, если я сейчас хлопну дверью, готова ли я, что эта дверь больше не откроется? Однажды, когда я создала себе такую формулировку, мне стало жить гораздо легче. Это касается всех людей. Например, если я там ссорюсь с тренером или с учителем в школе, я прекрасно понимаю, что если я сейчас поведу себя так, как я готова себя отпустить, а я без катушек барышни, в принципе, я понимаю, что, скорее всего, мы сюда можем больше не вернуться. Если я задаю себе вопрос, я готова к тому, что сейчас человек не попросит у меня прощения, а скажет мне до свидания, тогда я это делаю. Если я понимаю, что я не совсем к этому готова, тогда я себя усмиряю. То есть вы тут решаете в здравом уме для себя какие-то штуки, вы же можете себя анализировать не тогда, когда вы находитесь в эмоциях. Ваш муж никогда не апеллирует тем, что он старше и мудрее, мой муж апеллирует тем, что я мудрее его, и он всегда это подчеркивает. Поэтому никогда такого у нас не было, он всегда говорит мне о том, что наши отношения сохранились только благодаря моей мудрости. Мой муж позволяет себе гораздо больше эмоций, чем я в семье. Но я, конечно, тоже периодически взрываюсь, но я чаще взрываюсь на ответку, но никогда, нет, мой муж считает, вот он считает, что он ребенок в наших отношениях. Вот это меня бесит чаще. А если боишься потерять? А если боишься потерять, очень хороший вопрос. Боишься потерять, почему? Потому что страшно остаться самой, почему? Чаще всего потому, что ты не знаешь ответ на вопрос, а я сама это кто? А я сама-то чего хочу? А я чего могу? Это история про то, что ты потеряшка. История про то, что ты сам себя не создал. Вот я бы запретила вообще браки, знаете, вот как на работу в хорошую компанию, не берут после образования и каких-то там тестов и пробного периода. Я бы тоже запретила браки тем людям, которые не являются самодостаточными. То есть, если ты идешь в брак, ты должен уметь сам себе зарабатывать, у тебя должна быть своя собственная крыша над головой, ты должен уметь распоряжаться своей жизнью, и тогда вы можете соединиться. Я считаю, что такие отношения были гораздо более бы серьезными, удачливыми и длинно, как это сказать, господи, в общем, вы меня поняли. Иногда у меня заканчиваются слова. Они были бы более классными, но поскольку очень часто в брак вступают незрелые люди, внутренне свои, вне зависимости от возраста, то и держатся в этом браке только потому, что боятся распасться. Некуда идти, не знаешь, как строить отношения, лень, ну там, масса всяких штук. Женщины часто, например, родила ребенка, боятся, блин, у меня теперь грудь не та, у меня теперь там то-не то, у меня теперь дети, это прицеп. Разных существует множество еще вещей, которые наше общество успешно понавязывало. Я вот сегодня, не сегодня, а вообще с мужем, когда еду, я ему говорю, посмотри, какой шикарный пример сегодня у нового поколения. Посмотри на девочек, на меня, на моих одногодок, моих подруг. Раньше под сороковку, мы в категории под сороковку и сорок плюс. Раньше в таком возрасте, когда я смотрела, я видела женщин везде, повселюдно, включая свою маму, я видела уже взрослую женщину, уже с большой попой, уже с валиками на животе. Я не видела офигенных девочек, подтянутых, стройных. Я когда приезжаю на пляж, я часто вижу, что мамы выглядят круче, чем их 12-летние-14-летние девочки. Точно стройнее, подтянутее и круче. Внутреннее, ну, внутренне, окей, наполнится. Внешне, извините меня. Соответственно, у нас есть шикарнейший пример, у нас другие люди, другие девчонки, и мы должны работать над собой. Мое поколение в большей мере, и чуть-чуть старше, плюс 10 лет, отстраивалось, исходя из страха повторить судьбу мамы. Я не поправляюсь для того, чтобы не быть как мама-бабушка, да, там, не находиться в каком-то весе. Строила свою жизнь, исходя из того, чтобы не быть разведенной, как мама, и так далее. Чтобы не быть, то есть у меня мотивация от отрицания. Своим детям я закладываю мотивацию от другого, от того, чтобы быть офигенной. Не того, чтобы бояться, чтобы быть как кто-то, там, плохо, а от того, чтобы иметь внутреннее желание быть реализованной, быть развитой, найти свое любимое дело. Вот у меня дети все время сейчас тренируются, занимаются, мы все время с ними говорим о том, почему они это делают, что они хотят, кем они хотят быть. Это очень важно, когда с детства вот эта ниточка идет, когда вы развиваетесь. Я учу детей, как ставить цели, желание описать, как об этом правильно говорить, какие вещи можно произносить, а какие нет, почему нельзя себя ругать, почему нельзя говорить о себе негативные штуки, почему нельзя по-злому шутить о себе и говорить, я дурак, я еще кто-то, и так далее, и так далее, и так далее. Вот когда вы работаете над собой, себя растите как цветок, вот тогда вы не боитесь, потому что вы знаете, что вы прекрасный цветок, и что вас не кто-то сорвет, а вы сами решаете, кому вы будете дарить, даже не дарить себя, а дадите возможность наслаждаться своим запахом. Вот так. Я лично все время строю свою историю и историю своих детей из этого, что мы находимся вдвоем, две самодостаточные личности, мы находимся на позиции того, что мы вместе, потому что нам вместе интересно, и мы вместе можем друг другу что-то дать, а не из позиции того, что, блин, я буду брошенкой с двумя детьми, и что я теперь буду делать, или мой муж там со мной находится, потому что, не знаю, там, боится, что уже он сильно старый, например, и никому не нужный, ну, тут по-всякому, хотя мой муж, в принципе, охуенный, поэтому это такое дело, и просил меня не ругаться в эфирах. Так, едем дальше. Как вы считаете, кто первый в отношениях, первый должен сказать, я тебя люблю? Да, как бы, какая разница? Вы знаете, ну, если я хочу сказать, что я тебя люблю, то какая тут вообще стоит история? Это верно? Это имеет значение в каком-то раннем возрасте? И тут как бы правильнее, когда мужчина проявляет инициативу. В моем возрасте сейчас это не имеет никакого значения. Мало того, я тебя люблю, приобрело, ну, некий другой для меня смысл, и он имеет настолько много окрасов, я могу иногда сказать какому-то, ну, человеку, которого я не очень много знаю, признаться ему в любви, в какой-то такой вот, за то, что в этот момент я с ним себя ощутила как-то хорошо. Вот, если говорить о мужчине и о женщине, ну, я не вижу вообще в этом какого-то вопроса. Идите от ощущений, а не от того, что сделать правильно, тогда будет классно. По вашему мнению, может ли быть дружба между мужчиной и женщиной? Вот, по мнению моего мужа, не может быть категорически, потому что по-любому будет секс. По моему мнению, может, но, скорее всего, с каким-то элементами флирта не будем врать. Если оба привлекательные и интересные, скорее всего, какой-то флирт между людьми будет. Но тут вопрос, опять-таки, о самодостаточности каждой личности, о том, что у этих людей сегодня есть, чего нету, в чем они нуждаются. Мы ведь друг в друге находим в какие-то моменты те вещи, которые нам необходимы. Иногда поддержку, иногда какую-то страсть, иногда что-то там девочка ищет мужчине, как в папе, да, ну, разные абсолютно штуки. Я думаю, что может быть вообще все. Но, конечно, я знаю очень много историй о том, как были отношения дружеские, которые в итоге переходили в длительные отношения брака. Кстати, мои отношения с мужем тоже начинались с дружбы. Так, очень ждем в Одессе. Так, Артем, спасибо большое. Да, да, я уже жду 22 августа, что я наконец-то наберусь до Одессы. Спасибо большое. Так, мне бы дуже цикало было послухать и про выхование детей. Ну, я сделаю когда-нибудь эфир по поводу детей, давайте все-таки будем. Где познакомиться с достойным и успешным мужчиной? Значит, тут есть две истории. Первая история начинается с того, а вот дальше идет ответ. Насколько вы сегодня готовы для того, чтобы с таким мужчиной познакомиться? Насколько вы интересны? Насколько вы интересны сегодня для такого мужчины? Мы всегда забываем, и иногда рассматривает мужчину, знаете, как на ярмарке тщеславия, девушку. Вот если вы, например, покупаете себе эскортницу или там, я не знаю, ну, давайте эскортницу назовем. Девушка, которая за деньги приезжает, готова на разные вещи, в зависимости от того, какая девушка, с кем вы договорились. То есть, сегодня на рынке невест эта история существует. Мне нужна женщина для секса, 25 лет, там, блондинка, там, рост. Окей, договорились. Если мы говорим по поводу, или там, поужинать, позавтракать, поехать куда-то в путешествие, разные есть истории. Но если мы говорим об отношении с мужчиной, вы не найдете себе красивого, успешного мужчину, вот, по такой истории, да, ну, может быть, купить там, вы купите себе какого-то красивого мальчика. Но про историю нет, мы можем его только притянуть. История о том, что подобное притягивается к подобному, она работает. Вы должны это понимать. Вы сегодня притягиваете к себе тех мужчин на том уровне, на котором вы, женщина. То есть, если что-то не то с мужиком, мы понимаем, что сегодня, сегодняшняя я, Оля, притягиваю вот таких мужчин. И для того, чтобы ко мне притянулись другие, я должна не мужиков искать, а себя изменить. И это очень классное наблюдение, потому что наши мысли создают нашу реальность. Вибрации вокруг нас, любые наши ситуации, которые есть в жизни, это мы сами притягиваем. Мы находимся на этой энергетической волне. И если к вам, простите, липнут долбоебые пьяницы, это не говорит о том, что вы такая. Это говорит о том, что сегодня у вас вибрация женщины на уровне, которая может притянуть этих. Вам нужно работать над собой. Поэтому самое главное, это касается всех сфер, то, что вы должны запомнить. Вот ваша реальность, это отображение сегодняшней вашей внутренней такой чистоты радио. Для того, чтобы вы могли привлекать чего-то больше и лучше, вы должны развиваться. Вы должны расти, вы должны стремиться к чему-то, вы должны работать прежде всего над собой. Прежде всего понимая, каким образом, куда вы хотите двигаться, кем вы хотите быть, что-то делать для того, чтобы вы росли. Ваша реальность будет меняться и мужчины в том числе. Я много лет не могла дорасти до своего мужчины. Я пыталась изо всех сил, но я не могла. И только когда я приняла это решение и начала очень четко работать над собой, я смогла притянуть в свою жизнь того мужчину, которому я уже была готова. Хотя то, с чем я столкнулась дальше, конечно, я не знала, что я притяну не просто мужчину, но и огромный урок, скажем, такую школу, погружение. Но притянула то, что притянула. Вот, благодаря этому я стала тем, кем я стала. Так что так. Значит, сохраните, чтобы периодически его просматривать. Хорошо, у меня прекрасный муж, внимательный и умный, сейчас сорвалась сделка, и мы попали в минус. Должна ли я подключаться в помощи выхода из данной ситуации? Вы можете подключаться, но именно в контексте больше всего, наверное, если вы не в совместном бизнесе, то вы должны поддерживать его энергетически, при условии, что он эту поддержку с удовольствием принимает. Женщина является сосудом, которое наполняет своего мужчину. Но наполнять вы можете только при условии, что ваш мужчина с благодарностью это принимает, а не гнобит вас. Очень многие мужчины в этот момент начинают, когда им плохо, когда что-то не получилось, они начинают срываться на своей женщине. У меня эти срывы происходят по-разному. Например, он начинает вам говорить, как говорил когда-то мне Сергей. Я никогда, Сереж, тебе это не забуду, я знаю, что ты этот эфир будешь смотреть. Я смотрю на мусорник, потому что он говорил мне. Ты расточительная женщина, мусорный пакет до конца не забит, а ты его уже выбрасываешь. То есть, когда мужчина начинает себя так вести, это отвратительно. И в этот момент вы не должны отдавать ему свою энергию, потому что отдавая энергию, которую человек не принимает, вы взамен получаете болезни, вы взамен получаете негативную историю. Но если ваш мужчина принимает это с благодарностью, то у вашего мужчины очень скоро появятся идеи, деньги и прочие вещи. Если же вы совместные партнеры, вот мы с моим мужем два партнера по жизни и в бизнесе, в бизнесе абсолютных два партнера. И я всегда со своим мужем становилась на передовую, всегда мы были вдвоем на передовой, но у меня было к этому разное отношение. У меня были ситуации, когда я стояла на передовой и говорила своему мужу, я здесь главная, а ты вообще тут никто. Потом у меня были ситуации, когда я ему говорила, ну раз мы вдвоем партнеры, я сейчас родила детей устало, давай-ка ты иди на передовую побеждай. Но выигрышный наш вариант всегда, когда мы два партнера, которые стоят на передовую, которые не делят ничего, которые просто кайфуют и знают, что мы проходим путь, которым мы наслаждаемся. Это всегда дает нам успех, равно деньги. Поэтому тут, если у вас прекрасный муж, скорее всего он примет вашу поддержку и ваша вера в своего мужчину сотворит, конечно же, то самое чудо. По факту это не чудо, это ваша вибрация успеха. Приходите, я не знаю, уже очень много людей у меня на рерайтере, приходите с мужем на рерайтер, если у вас еще здесь нету. Вместе медитируйте, вместе вибрируйте, это очень важно. Наши мысли притягивают нашу реальность. Верите вы в это или не верите, так и есть. Поэтому вам я могу пожелать только этого. И, конечно, чтобы все получилось наилучшим образом. У мусульман такой формат отношений уже не помню. Так, нас 45-летних наняли. Ага, да. Как же чувство к человеку и страх из-за этого? Это все равно проблема с самооценкой? Конечно. Я, повторяюсь, я, каждый из вас должен это сказать, самый главный человек у себя. Как бы я не любила своего партнера, я себя должна любить больше. И ставить себя всегда на первое место. Конечно же, я могу переживать. Конечно же, я могу страдать. Я могу, ну, мне может быть больно. Естественно, я же живой человек, я не робот. Но при этом я приоритеты всегда выставляю правильно. И никогда не буду жертвой. Почему нельзя быть жертвой? Потому что эта позиция заведомо проигрышная. Вы как будто бы бросаетесь под автомобили, а они все равно под вами проедут. По вам, точнее, проедут. Вот в чем идиотизм ситуации. Вот что вы делаете, когда вы позволяете мужчине, или мужчина позволяет женщине, какая разница, вот это делать. Вы жертва. И когда вы начинаете быть жертвой, вот вы знаете, это как бомж, простите, который уже, вот он уже и писает на себя, и какает на себя. И помните, он выглядит счастливым даже иногда. Он даже иногда этим гордится. Он даже, ему кажется, что он уже крутой. То есть он уже смирился с этой жертвенностью. Зачем оно вам надо? Зачем? Поэтому, ну, скорее всего, вы еще юное создание. Это прекрасно, я так думаю, судя по вашим вопросам. Если нет, значит, вы юный человек в душе, еще все будет. Так, у вас талант, вы хорошо говорите, как этому научиться. Я вам могу сказать спасибо большое. Первое, первое, вы должны раскрывать свой талант. Это первое, очень важно. Кто-то красиво поет, кто-то красиво рисует, кто-то еще что-то шикарно делает, открывает этот мир, изучает его. Первое, нужно найти свой талант. Второе, если мне необходим какой-то навык, а таланта у меня в этом нету, вы должны это регулярно делать. Я ежедневно записываю видео, эфиры, веду, разговариваю, поэтому я уже даже не помню толком, но помню, что талант у меня был. Но это превратилось уже в весьма профессиональный навык, потому что я могу говорить всегда, везде, в любое время, при любом количестве людей. Уже все, это навык. Если вы чего-то хотите, делайте это регулярно, у вас все обязательно получится. Так, изменяясь, являясь в отношениях или может и рядом мужчина меняться? Конечно. Мы должны с вами не забывать о том, что жизнь, вообще каждый из нас проживает большое количество жизней. Знаете почему? Мне очень понравилась формулировка, я не помню, кто это сказал, у меня не очень, надо говорить, что у меня очень хорошая память, я просто не помню. Что наши новые мысли, это наша новая жизнь. Вспомните, например, чтобы вы поняли, о чем я говорю, вспомните какой-то период времени, когда вам нравилось носить, ну, кто моего возраста, там, низкую талию, или кто-то там челки крутил, помните, как меняется мода, или там, тонкие брови. И вы смотрите на фотографии спустя время и смеетесь, и думаете, как я могу это носить, но это же нравилось, и пройдет время, мы будем то же самое говорить, я думаю, там, о каких-то наших сегодняшних образах. Вопрос в том, что меняется время и меняется наше отношение к каким-то вещам, мир меняется, и люди в течение своей жизни тоже меняются. Это ответ на вопрос, почему браки распадаются, потому что, я вот своему мужу говорю, я у него третья жена, я ему говорю, а ты помнишь вот отношения со своей первой женой? Мне говорят, Оль, я не помню. Я говорю, ну, ты же родил с ней детей, ты занимался с ней сексом, ты был в нее влюблен, это была твоя первая свадьба, он мне говорит, я вообще ничего не помню. А вы попробуйте отмотать 10 лет назад, 20 лет назад, и вы тоже ничего не вспомните. Мне, когда пишет мальчик какой-то и говорит о том, что мы с ним учились вместе в университете, я всегда рьяно рассматриваю фотографии и пытаюсь вспомнить, что, как, я ничего не помню. И я говорю каждый раз, у нас мы что, встречались, у нас были отношения, я не помню человека вообще, мы за жизнь сильно меняемся. И, конечно, когда у нас начинаются какие-то отношения с партнером, мы являемся одними людьми, мы работаем на одной работе, у нас есть приблизительные взгляды жизни, свои. Но мы начинается дальше жизнь, мы становимся родителями, у нас меняется что-то в работе, меняется мир вокруг нас очень стремительно. И люди начинают, помните, когда начались эти революции, люди разводились на почве политических каких-то вещей. Стремненько было для меня вообще это. Мы меняемся. И вот как мы меняемся, это уже вопрос следующий. Мы можем меняться параллельно. То есть каждый из нас меняется, но при этом мы двигаемся в одном направлении, нам нравится развиваться. Это то, что случилось у нас с моим мужем. Хотя до этого у нас были очень разные жизни, абсолютно. Может произойти такое, что мне нравится развиваться, а ему не нравится, ему больше не хочется развиваться, ему нравится пить. Он почувствовал кайф в бухле, например, что тоже часто бывает. Или в своих друзьях, или еще в чем-то. Развитий векторов очень много. И люди двигаются. Бывают редкие случаи, когда человек, это как вот раньше наши родители жили, в одной квартире родились, один ремонт сделали, одна табуретка, одна тарелка на всю жизнь. И что часто бывает, одна кофта, в которой человек там 30 лет. И нормально. И вот это момент уже векторов. Поэтому, конечно же, люди могут меняться. И если самое крутое, это когда, вот я на рерайтер жизни всегда очень радуюсь, когда приходят семьи обоюдно. Не она его притянула, или он ее, а он спросил, слушай, я тоже хочу с тобой. Или они параллельно. Мы с Сергеем всегда на все тренинги ходили вместе. И обучаемся всегда вместе. Мы заметили такую штуку у нас бывало, когда, например, он пошел куда-то поучиться, а я нет. Он приходит и такой, блин, заряженный, знаете, такой, нам надо это делать. И я ему говорю, Сереж, ну что за бред? И это такой, знаете, пожар, а тут такая вода. В этот момент всегда происходят разлады. Потому что человек заряженный какой-то вот энергией, а ты нет. И ты, не то что нет, ты его гасишь, ты ему говоришь, бред, казнить. Знаете, быстрее это бывает. Поэтому всегда стремитесь вместе двигаться, наблюдать за этим. И если вы видите, что вы расходитесь, расходитесь и расходитесь внутренне, не готовьте себя к разладу, но готовьте себя быть самодостаточным. Чтобы если вдруг такая ситуация настала, она станет ситуацией, скорее всего, что не партнер от вас уйдет, а вы посмотрите на партнера и поймете, что вы больше не хотите в этом быть. Чтобы вы были в состоянии это сделать, прежде всего, внутренне. Финансы всегда привалят. Это я вам точно скажу. Вот сто процентов. Финансы всегда придут на то, что нужно. Вас всегда поддержит вселенная. Вам всегда притянется. Если вы в голове будете готовы. Ваши же мысли создадут какие-то ситуации, которые вам в этом помогут. Так, по каждому вашему эфиру у меня конспект. Спасибо, вы можете потом продать мне книгу мою. 95% мужчин не меняется. Это ваше убеждение. Это ваше убеждение, поэтому он и не поменялся. Мужчины меняются, как и женщины. И это не зависит от процентов, или от возрастов, или от того, где они находятся. В частности, это зависит и от партнера. У меня, я уже об этом говорила, было множество случаев, когда, например, мужчина в отношениях с одной женщиной был абсолютным тюфяком, а с другой женщиной разворачивался и становился богатым, состоятельным человеком. Вопрос в том, скорее всего, что вы не для своего мужчины. Вы его не смогли включить, а он не смог включить вас. Это не вы виноваты. Нельзя так, я ни в коем случае так не говорю. Вы просто, вы половинки разных пазлов. Вы пихались, пихались, а зачем-то делали это 27 лет. Вот лучше это сделать быстрее. Это вот вы хороший, потрясающий пример. Но я вам желаю удачи. Я считаю, что вы молодец, что вы все-таки это сделали. И я вам желаю сейчас уже начать с того, чтобы построить и выстроить себя, чтобы стать осью главной своей жизни, чтобы вокруг вашей оси выстраивалось то, что вы хотели. Тогда это круто. Муж азербайджанец неработающий. У нас двое детей, я работаю, у него ничего не получается по работе, он злится. Как вести себя с ним, как поддержать? Если вы видите, что он ничего не делает, а только злится, то поддержать вы его можете, сказав, дорогой, ты знаешь, давай-ка, наверное, эту историю закончим. Для многих мужчин именно вот такая точка является проверочной. Потому что в этот момент мужчина либо аккумулируется и начинает что-то делать, либо он принимает позицию жертвы. Я бы не тянула на себе никогда мужчину. У вас сейчас позиция созависимого человека. Такая есть терминология в алкоголизме и в наркомании, когда кто-то употребляет, а второй помогает ему продержаться в этом. Вот у вас такая же история, только он употребляет своим, вот этим у меня не получается, а вы помогаете ему в этом продержаться. Он мужчина, вы должны ему сказать, дорогой, ты знаешь, все замечательно, но больше нет. Поэтому давай мы с тобой о чем-то договоримся. Либо ты сейчас там куда-нибудь съедешь, решишь вопрос и приедешь, либо прости, это нормально, вашего страха здесь быть не должно, тем более вы и так всех содержите. Мужчина должен быть мужчиной, не забывайте об этом. Либо принять это, что вы теперь мать троих детей. Тоже вариант, это тоже вариант, ваш выбор. Но это должно быть осознанно. Так, 100% у меня у мужа раз в год депресняк, потому что он настягивает мотив на свою справу. Ну, тут вы должны решать, как мотивировать мужчину развиваться, быть чедрым к тебе, ко мне, к ребенку про рерайтеры и слышать не хочет. Да никак. Занимайтесь своей жизнью, немножко поработайте над собой, и затем, вот почему я люблю рерайтер, потому что он учит вас думать самих. Я не могу вам сейчас дать, как бы решить за вас, что делать, да, рассказать вам, ты иди сделай это, ты не имею права этого делать. Поэтому я создала рерайтер, где вы сами начинаете учиться думать, вы сами понимаете, вы как будто бы просыпаетесь, у вас уходит пелена, и вы сами в состоянии разрулить свою жизнь, принять ответственность за свою жизнь и сказать, например, ты знаешь, муж, ты развиваться не хочешь, но я с тобой таким быть больше не хочу. Или, например, сказать себе, блин, да, он не хочет развиваться, но в принципе он прикольно чистит картошку, у нас классный секс, и пусть будет. А я, если мне там что-то надо, буду параллельно строить. Вы должны сами трезво рулить ситуацией. Вот, понимаете, отношения это очень тяжело, но в любые, хотим мы этого или нет, но когда ты для себя разбираешься по кубикам, это вот как, я не знаю, женская косметичка, ты должна знать, где у тебя кисточки, где у тебя помады, пусть ему там хрен, но ты хотя бы знаешь, в какой косметичке эту помаду искать. То же самое с жизнью, когда вы разгребаетесь с собой, вы сами понимаете все, что в вашей жизни происходит, вы как будто бы очищаетесь, мне уже не нужно вам говорить, сделай так или сделай этак, нет. Вы сами для себя понимаете, первая всегда наша задача, это вопрос осознания ситуации. Не смотреть на это, знаете, через призму телевизора, да, через призму телевизора уже все, Беларусь горит, Украина сгорела, стреляют, воют, всегда, это призма СМИ. Но есть реальность, вы должны разобраться со своей реальностью. Когда начинается сезон, эмоцийно бытуясь и я. Так, та-та-та-та-та. У меня муж один раз увидел эфир с вами, теперь, когда я начинаю с ним ссориться, он мне говорит, иди посмотри Ермилову. Он это говорит с подъебом или с чем-то другим. Так, именно это является одной причиной, почему ушла от гражданского мужа. Мне интересно, сделаю со своего мужа миллионера. Сделайте миллионера из себя, прежде всего. Так, а вы благодаря мне, да, пошли что-то творить. Я всегда, конечно, такая, знаете, побаиваюсь этих вещей, в контексте того, что я все-таки, я знаю, что я говорю такие вещи, которые влияют на других людей. И, конечно же, я хочу, чтобы вы помнили главное. Вот я всегда об этом говорю, что ответственность всегда лежит на вас. Мнений есть много. И вы сами интуитивно чувствовать должны, что вам сейчас подходит. По любой абсолютно теме. Это, знаете, как к врачу. Врач может вам сказать, делать прививку ребенку, не делать прививку ребенка. Болеет он, кормить его антибиотиками. Ну, это ваш ребенок. И вы принимаете решение по факту в итоге, что будет. И вот вы должны научиться это делать. Потому что, если вы будете тупо кого-то слушать, то что бы ни происходило, вы всегда будете винить другого человека и думать, что это он сделал за вас. Это ваша жизнь. И ответственность всегда принадлежит вам. Полюбите это состояние. Я обожаю это. Я обожаю отвечать за свои слова. Все, кто приходит в рерайтер, я жестко заставляю делать то, что я там говорю делать. Жестко заставляю. Потому что я прекрасно знаю, к какому результату это приведет. В контексте упражнений, в контексте работы. Но в контексте вашей жизни вы ответственность всегда берете на себя. И тогда вы будете получать удовольствие не только от процесса, но и от результата. Потому что вы будете знать, что это вы это сделали. А я это вижу сегодня каждый день. Так, как вы относитесь к кручим? Есть опыт работы с кручим? Я не знаю, кто это или что это. Поэтому не могу вам сказать. А, с коучем? Я не работала никогда с коучем. И для меня это немножко загадка. История вот такой. Я не знаю просто. Есть ли в семье разделение обязанностей? Ну, должно быть, конечно, какое-то разделение. Безусловно, должно быть. Я вообще за разделение в бизнесе. Мы каждый должны знать, какой результат кто из нас должен принести. Вот я сейчас, например, сижу в эфире. Я сейчас работаю. Я не просто с вами болтаю. Да, я сейчас работаю. Я вам, в принципе, продаю рерайтер жизни. Я вам объясняю, почему для вас это жизненно важно и необходимо. Сергей выполняет другую работу. Это нормально. Самое тупое, что мы можем делать, это, знаете, такой табуном бегать и делать все вместе. Все вместе это ничего. Поэтому в семье то же самое, конечно, есть какие-то главные штуки. Так, как перестать сомневаться? Да делайте. Все время делайте, 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 делайте. Сомнения уходят через делание и опыт. Это внутреннее ощущение, когда в какой-то момент ты просыпаешься, понимаешь, все. Я больше не сомневаюсь. Я не знаю, как это работает. Я больше не сомневаюсь. Так, у нас с вами порядка трех минут, ребята. Поэтому я очень быстро начинаю говорить. Так, не с повагу, не мудрость, а с эфир. Вот, это прекрасно. Тогда моему мужу, вашему мужу, тогда от меня пламенный привет. Потому что, во-первых, муж у вас классный, во-вторых, вы классная. И тут реклама от проплащенной моей Мищенко. Ты мой девочку, ну стуком ее обо мне пишет, все время делает репосты, марафонец мой. Ребят, что я вам хочу сказать? Две минуты осталось. Я хочу вам сказать хорошую новость, что ваша жизнь может быть любой. И она есть в принципе сегодня такой, которую вы в состоянии себе притянуть. В результате того, чем вы питаете свой мозг. Я об этом записывала специальное видео, что мы питаем постоянно свой мозг. Я хочу, чтобы вы питали его чем-то классным. Но это лишь мое эгоистическое желание. Люди вокруг нас хотят, чтобы вы питали его хламом. Поэтому дают вам по телевизору классные очень программы полезные, клевые новости, чтобы вы жили в вечной истерии и проблемы. Что из этого взять для своего мозга, как и в супермаркете, вы решаете сами. Это вот, я ничего не могу с этим поделать. Я сильно стараюсь. Я рассказываю и поднимаю разные темы. Потому что мне страшно повезло. Потому что то, чем я занимаюсь, решает все вопросы. И любой вопрос, решение любого вопроса всегда начинается с себя. Пока я не разбираюсь в себе. Пока я не знаю, кто я, чего я хочу. И не понимаю, каким образом вообще все в мире происходящее зависит конкретно от меня. Я мало что могу изменить. Но, когда я прихожу в автошколу, изучаю, как работают, что такое правило, что это за дороги, как это машина, что эти знаки означают. Я больше не боюсь быть водителем. Дальше я сажусь за руль. Первый раз притираюсь, конечно, об троллейбус. Это была я, первый день, когда я выехала на новой машине. Но потом потихонечку, потихонечку, потихонечку я начинаю классно и круто управлять машиной и получать от этого удовольствие. С жизнью все ровно, точно так же. Вот обещаю вам. Поэтому поставьте себе в календарик напоминание в качестве того, что было бы неплохо вам попасть на ререйтер жизни. Просто понюхать и посмотреть, что это такое. Каким образом это может мне подойти или нет. Я вас всех приглашаю. 1 сентября у нас стартует новый поток. Сейчас вы можете зайти в него с большой скидкой, ближе к дате. Вы можете зайти в него по стопроцентной цене, но у нас есть такая фишка. В конце 28-27 числа у нас начинаются продажи пробной версии, которая стоит всего 5 долларов. Вы можете зайти и попробовать посмотреть, что это такое. Я от души вам желаю, чтобы ваша жизнь была яркой и классной. Не живите с мудаками, не будьте сами мудаками, не бойтесь, что от вас кто-то уйдет. Для того, чтобы быть женщиной, в конце концов, от которой не уходят, нужно быть просто офигенной. Вот такой, знаете, чтобы самой слюнки текли. Тогда, даже если вдруг кто-то свалит, то поверьте, на это место придет кто-то новый. И этого нового вы выберете сами. Я горжусь своей жизнью, потому что я могу выбирать, что делать, с кем делать, с кем мне жить. Я могу быть счастливой женщиной, потому что я знаю, что мой мужчина мной дорожит, собственно, как и я дорожу им и всеми вами. Поэтому обнимашечки, поцелуйчики, вы у меня офигенные. Я вам искренне благодарна за то, что вы меня досмотрели, за то, что вы меня шейрите, делитесь со своими друзьями, эфирами. Я все это вижу и очень сильно вас за это благодарю. Не пытайтесь изменить тех, кто не хочет меняться, но помогайте тем людям, которые к этому готовы. А мы друг друга всегда узнаем. Все, поцелуйчики, обнимашки. Все, поцелуйчики.